Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами вновь Ник Минник, и сегодня я приглашаю вас уже на обзор третьего этапа карьеры по игре Формулы 1 2017. Вот так вот, быстро, такой небольшой преимуществ, так времени у нас составил между Гранд Кикита и Бахрейна, как я говорил. Сейчас в чемпионате Прайда у нас некоторое затишье в две недели, и поэтому, в общем-то, пользуюсь я этими возможностями. Сейчас на ваших экранах были таблички о развитии болидов, сейчас вы видите уровень износа моих компонентов. После гонки в Китай я говорил, что поменяю силовую установку на Бахрейн, ну и, в общем-то, знаете, отъездил я свободные заезды, и на третьей практике был поставил новый двигатель внутреннего сгорания и тепловой рекуператор, но я посмотрел, что на самом деле нисколько лучше я ехать не стал, пытаясь пройти задачу коллекционного времени. Вот, но с установкой нового я даже проехал на 2010-е хуже, поэтому, в общем-то, решил, что не надо мне изнашивать новые компоненты. Проеду уже последнюю гонку на этом двигателе, но в Сочи там две длиннейших, можно сказать, прямых, там уже точно будем с двигателями что-то придумывать. Вот, так, друзья, еще один момент, на хрен при Китае, знаете, вот эти вот раскадровочки по карте трассы от официальной Формулы-1, от их графики в Китае меня заблокировали, а в Австралии пропустили. Вот здесь я попробовал вновь запустить, показать вам эту карту, если Фома ее пропустила, значит, вы видите, все хорошо. Вот, но если непосредственно вы сейчас видите просто заставочку, значит, опять они меня запанили, и я перезаливал это видео, и я вот там, короче, на вот эту картинку, но не суть. Сейчас вы уже видите личный зачет новичнего чемпионата, но не так нам интересно, поскольку, поэтому, что в первом сезоне мы и близко не будем бороться за топ-3. Сегодня у нас гонка по хрене, гонка, которая, в общем-то, мне всегда была интересна, мне нравится этот шадром, и последние годы очень интересную фишку они, конечно, сделали в том плане, что теперь эта гонка у нас ночная, вот, но, тем не менее, знаете, как-то не получалось на ХАСе подобрать какие-то оптимальные настройки, как-то вот не задавались толком свободные заезды, и в квалификации я провалился, сейчас вот вы начинаете видеть стартовую решетку, но, в принципе, в квалификации, надо сказать, что я провалился немножко и по своей вине, потому что слишком самонадеянно я сидел в боксах до тех пор, пока не осталось 10 минут, я проехал в один из-за спуток, мне показалось, что этого будет достаточно, но, увы, нет, меня все-таки сдвинули, и времени улучшить времени не было уже, но и, как вы сейчас вот видите, лишь 17-е место. У нас сегодня есть то время, как Роман Грожан и Лукси 11-й, в этом плане, конечно, разница ощутима очень даже сильно. Ну что же, давайте, наверное, посмотрим теперь на скотелью, то есть понятно, что нужно придумать что-то такое не совсем стандартное, поскольку и так я уже в конце пилотона, нужно учитывать те риски, что, может быть, я попаду в какую-то забаву на старте, может быть, еще что-то. То есть по-хорошему я хотел попробовать поехать на одну остановку с мягкими комплектами. Сейчас вот я вот сидел, прикидывал долго, получится у меня это или нет, то есть получается у нас 57 кругов, и, соответственно, нужно как-то разделить, ну вот я не знаю, выдержать эти комплекты или нет. Ну, в общем-то, давайте попробуем стартовать на софте, поскольку все равно мы будем терять время за определенными болидами. Вот, ну а потом уже будем на суперсофте. Ну вот видите, график нам показывает, что не получится это сделать, но мы попробуем, пройдем кругов 10-15, а там уже будет видно, какой у нас из нас софта, ну и, в общем-то, от этого мы уже будем отталкиваться. Вот, но то, что мы будем стартовать на среднем типе по жесткости шинах, это однозначно, поскольку убивать шины и терять много времени позади соперников на мягком комплекте, я считаю, это не самый рациональный метод. Вот, поэтому мы будем делать так. Ну что же, тут, наверное, мы уже, в общем, разобрались. 105 килограмм, топлива обязательно надо 105 килограмм, потому что в Китае проблемы были колоссальнейшие с этим. А, износом топлива, с расходом топлива, извините, надо с этим что-то делать. Но ресурсов и так очень мало зарабатывается, все обновления очень дорогие, но об этом чуть позже, сейчас у нас уже загораются огни. Сфетофоры не гаснут, гонка стартует, и пока что еще достаточно светло, и в таких условиях мы начинаем. Очень хороший старт у меня, или плохой старт у вас, но тем не менее, одну позицию мы отыгрываем. Здесь очень важно уйти в правый ряд, чтобы нырнуть, и вот здесь отыграть какое-то количество позиций. Смотрите, как здесь сильно замедляются, мне даже пришлось после первого поворота скинуть до первой передачи, но здесь уже на разгоне. Продолжаем борьбу, вообще первый круг был интересный, я после первого-второго поворота, не знаю, как сказать, видите, отыграл бы позиции, вернулся на 13-е место даже, но здесь потом уже у нас была борьба с Клоросом бок о бок, видите, до сих пор вот эти вот красные индикаторы стрелочек, они сигнализируют о том, что ты находишься в базе. Здесь очень рано затормозила вся эта группа, едва я успел отрулить от Филиппе Массы, можно было потерять лимит антикрова. Ну и здесь всё-таки по внутренней траектории, естественно, у него эта траектория более выгодная, сохраняет он за собой эту позицию, но здесь я в Слифстриме на обогащенном смеси пытаюсь к нему подъехать, он так вот маякнул влево-вправо, раскачал, но всё равно я остался слева, очень поздно стормозил, и, в общем-то, я не знаю, почему Филиппе не перекрестил, но так или иначе, удалось мне выйти на 90-ю спочку. Ну а потом уже к пятому кругу, естественно, крыло ДРС стал активным, и у меня получилось даже пройти Ника Хюкенберга здесь вот на торможении, вот к первому повороту, ну и здесь пришлось ему оставить место, но потом уже всё-таки выход у меня остался лучше, и я даже попал уже в виртуальную очковую зону. Десятая спочка у нас, перелена со стабанаком, и к шестому кругу здесь, смотрите, какая получилась забарошка, очень сильно замедлилась группа, и я когда подъехал, заметил, что в этой группе оказался Вальторий Ботас, и если я правильно помню, Ботас вообще был пол-позишн, то есть либо у него какие-то технические проблемы, либо затлонил кусочек аэродинамики, но пока он тут выяснял отношения с Аконом, пока я на друг друга уталкивал иллюстрации, я проехал обоих, долго не церемонился, и таким образом, аж на восьмую скорочку заскочил, и пытался догнать Джолиона Паунера, но я был отличный хаксник и Фильтенбергом, получилось на торможении это дело сделать, вот за что я люблю этот искусственный интеллект, за то, что вот хотя бы, когда ты пытаешься нырнуть, они это видят, и немножко расширять траекторию, а не получилось, кстати, мне тут пройти, и пришлось на второй прямой в стриме подъезжать, и вот здесь на торможении, уже я вхожу по внутренней, но и здесь, смотрите, все равно выход того же, у Джолиона несколько лучше, продолжается эта борьба, очень красиво, тут даже можно было без комментариев ее, оставлять я вам показывать, но уже ладно, рассказываю, какие мне были непосредственные впечатления, но самое главное то, что в конечном счете, вот к этому подъему, я помню, какой-то девятый поворот, если больше, нам удалось пройти Джолиона, но недолго играла, здесь вот какая-то такая ошибка странная, я так и не понял, что произошло, просто снесло машину, с таким глобальным заносом, при том, что и передачи скидываю, тормозил я как обычно, но в итоге потерял время, прошел меня Джолио, пытался я здесь как-то контратаковать, остаться в его воздушном мешке, ну а дальше тут также и из Табанок, он также очень близко находится, и выход вот из предпоследнего поворота уже лучше становится у Рено, наверное, не становится, наверное, и начально так было, просто что вы видели, за счет съебствей мы у меня получалось проходить, то есть, в общем-то, двигатель на начальных стадиях работал еще очень неплохо, но вот начиная с этого момента, как у меня произошел этот занас, знаете, вот машину как будто подъединили, и действительно как-то это сказалось над двигателем вот этот снос, и не та передача там стояла, то есть не очень быстро, и я все это дело поменял, но машина замедлилась на фоне вот этих вот соперников, того же Джолиона, того же Акона, ну и потом тут, кстати, Акон с массой разменялись позициями, и масса уже начинала меня атаковать, в общем-то, что в очередной раз подтверждало, насколько тяжело мне становится управлять, здесь масса поравнялся со мной, и выход у него стал немножко лучше, ну и вот видите, на самом деле, вот из второго поворота лучшего вышел я, и я хотел справа по внутренней траектории на торможении его пройти, ну а там эта траектория уже заняла окон, пришлось уходить влево, и здесь, смотрите, масса меня просто выдавливает с трассы, не оставляет места, и таким образом еще и Акон параллельно за счет этого у меня проходит, не очень приятный момент, вот как я тогда отрелял позиции, так вот теперь за счет меня эти позиции, таким бумерангом можно сказать, возвращают пилоты, Акон также тут мне места не очень-то много оставляет, пытался при каждой возможности меня вытеснить, но и в итоге вытеснил до десятой позиции. А тут у нас начинается восемнадцатый круг, и видите, четвертый с рачком не горит, все потому что уже лидеры пошли на волну пистопов, большинство пилотов выходило на старт именно на комплекте суперсопта, поэтому, естественно, в какой-то момент я постепенно поднимался, но, естественно, что на более быстрой машине, на более свежих шинах и кимии, и все остальные очень легко со мной справлялись, в общем-то, наверное, и не было смысла очень сильно бороться, чтобы потерять хотя бы так много времени, вот, и не даже почему-то не доверяясь на кимии, я не знаю, может быть, он прошел уже после точки детекции, смотрите, он был так рано затормозил, что едва я сломал часть переднего антикрова, пришлось стормозить и уйти в сторону, но, в итоге, пропустил и переса, и непосредственно рыббол, ну и к 23-му кругу я уже заехал на пистоп, я, в общем-то, долго тогда, вот, как в начале обзора говорил, думал по поводу этих пистопов, ну и потом посмотрел, что все-таки уходит резина, и начинаются определенные проблемы, и на два пистопа, ой, извиняюсь, на один, проблематично пойти, в рептоге приходится делать два пистопа, то есть сейчас, вот вы видите, я одеваю комплект суперсортана и более мягкого типа, ну и потом, получается, на 42-м круге придется сделать аналогично, выезжаем на 16-й строчке, вот, и, а вон сэнд был мне догонять, и к 26-му кругу тут масса также побывал в боксах, мне нужно было ставить ему место внутри, что я и сделал с небольшим заносом, но главное, что все-таки переиграл я за счет пистопа бразильца, ну а потом уже к 29-му кругу нагнал ему коварное, обратите внимание на необогащенную смесье даже, получается это делать, я мог его пройти и до этого поворота, что он, наверное, намеренно не сделал для того, чтобы непосредственно мне дали крыло ДРС, и не было попытки контратаки у Алонса, и таким образом на прямой строчке уже с данным крылом получилось у меня пройти, но тут масса уже начинал меня прессинговать, масса хоть и на софте, но видите, насколько он быстрее, наверное, все-таки действительно, вот, износ двигателя резко дал о себе знать, мне, в принципе, и инженер периодически говорил по поводу типового рекуператора, но на нем там было порядка 6-9-2% наверное, а здесь обратите внимание, сейчас мы видим то, что Дулин Пауна расстанавливался на пистопе и отдел комплект медиума, и, в общем-то, это меня так немножко обрадовало, я понял, что можно будет потом заехать на пистоп, одеть еще один свежий комплект и побороться с ним, вот, и попробовать отыграть еще одну позицию, вот, и так как я был на альтернативной спротиве, и я вообще толком не понимал, что происходит, на какую позицию я еду, на какую примерно буду после пистопа, вот, очень сложно все это было предугадать, вот, ну и здесь мы продолжаем борьбу, продолжает нас атаковать Филиппе Масс, и, боже мой, наверное, вообще забыл убрать этот кусочек, потому что явно ничего такого серьезного не происходит, исключением того, что Масс окрывает крово ДРС и пытался, наверное, как-то меня пройти, но здесь этого не получалось, он бразильца, ну ладно, посмотрим тогда кусочек непосредственно прохождения дистанции, уже не будем вырезать эти вещи, которые я упустил, можете посмотреть, вот, насколько Филиппе атаковал на прямых, насколько приходилось уворачиваться, то есть, в большинстве случаев, все мои попытки обороны сводились, вот, именно, на прямой старт-финиш, то есть, вот, в этой точке торможения я смещался правее, сейчас я, наверное, тоже это буду делать, может и нет, тут Масса не настолько близко ко мне, вот, ну и потом, за счет НРК, я выходил на, более-менее, такую промежуточную траекторию, которая не позволяла сопрникам обойти меня, ни справа, ни слева, и таким образом получал защитить свою позицию, но, в общем-то, здесь никаких таких серьезных атак и не было, здесь вот Масса очень близко был подъехал, и если бы он сместился правее, и попробовал нарынуть, конечно, здесь уже размин позиций мог бы произойти, а передо мной ехал Даниил Квят, и, знаете, какое-то время, вот, первых кругов 6-7, наверное, сокращал я отрыв от «Россиянина», но потом вот этот отрыв начал все-таки немножко расти, и вот в этом повороте, конечно, наверное, терял время, поскольку после того, как меня один раз так очень сильно занесло, я начал несколько бережно относиться к этому повороту, я несколько стал осторожничать, чтобы не повторить подобного, поскольку, не знаю, так это или нет, но, действительно, я вам говорю, что вот после того сноса машина совершенно по-другому стала работать, и это не из-за того, что там я мог, там, как-то делать пропрешные нарезины, и вовсе не из-за этого, потому что даже, вот видите, на суперсофте машина откровенно не длиннее того же «Виллимса», конечно, понятно, что «Виллимсы», в общем-то, по уровню развития намного лучше, но, тем не менее, в начале гонки вы видели, насколько хорошо ехала машина, но, увы, всё равно, что-то шло не так. Дальше у нас тут продолжается, видите, серия пистопов, масса вновь пытается меня атаковать, и здесь всё-таки не удаётся ему в очередной раз это сделать, потом идёт очередной попытки, ну, по сути, эти попытки у него были чуть ли не на каждом круге, но вот на 37-м всё-таки вот он прилично меня объехал, больше, чем на ход, я, как обычно, пытался нырять, видите, здесь уже не получилось это сделать, слишком далеко я прилетёл, ну и в итоге размен позиций произошёл. Наконец-то дождался до своего 42-го круга, время последнего пистопа, восьмым я заезжаю в эти боксы, то сразу у меня проезжают граждане, давайте смотреть дальше. А, проезжает также Джолиан Палнер, проезжает, а он проезжает Хилькенберг, сейчас это делает Квят, и следующие кандидаты это Филиппе Масса, и кто-то ещё, видите, на карте также. Двое пилотов, но они уже будут не так сильно впереди. По сравнению со мной, это Масса, и Алонса. Нет, Алонса даже не проезжает. Масса впереди меня, 14-я сходочка, но на самом деле, конечно, знаете, что, в общем-то, было не самая приятная новость, я понимал, что, в общем-то, тяжело будет догнаться, а вот здесь, я понял, насколько мне повезло, 44-й круг, буквально вот только полтора круга я проехал, даже меньше, и выходит машина безопасности, не знаю почему, тут Ботас, какие-то странные танцы, вот прямо на трассе, проехал, и здесь смотрите, какая странная вещь получается. Я догнал пилотон, и под табличкой Септикарм, где написано, чтобы я обогнал Масса. То есть, в общем-то, ну, никакого основания мне до этого нет, и проще так же, чтобы я обогнал Хэмилтона, я думал, что мне можно просто проехать весь пилотон и вернуть все круг, но нет, попросили вернуть позицию Крята, в итоге, какой-то странный баг, причем, знаете, такой же странный баг был и в последней гонке Прайда, там тоже происходили обгоны под Пейскаром, непонятно из-за чего, но и таким образом я просто отыграл одну позицию, вот, и переместился на Белонс в спочку, даже две Аланса тоже, не знаю, может, он на пистопе побывал, но здесь машина безопасности покидает трассу, причем очень долго она нас возила, я думал, что вообще на круг или на два раньше она уйдет, и вот видите, как-то странно все сделали, впереди были круговые, позади уже лидеры гонки, поэтому сразу пришлось пропускать, и вот это вот, видите, как сказалось, Квят настолько идиотски пропускал Хэмилтона, что почти остановился, и за это я надвомил к себе кусочек закрылка, и, конечно, это было очень печально, поскольку я на таких свежих шинах, и, в общем-то, были такие амбициозные планы, вот, и Квята их подпортил, но Квята все равно у меня получилось тем не менее пройти, 11-ая спочка, потом я тут подъехал и Костебану Аккунул, и, конечно, преимущество было не таким явным, но все-таки оно было здесь, я, кстати, попытался нырнуть, но не получилось, не получилось, Аккун все-таки перекрестил, лучше вышел, хоть я говорил о том, что, в общем-то, все пилоты, которые впереди меня, в софте, и, более-менее, все-таки, как-то темп был на фоне них, но здесь, смотрите, вот здесь круговые уже сыграли на меня, здесь все так запутались с этим пропуском Рикарда, что занедлились Хелькенберг с Паумером, тут так он тоже между ними, и в итоге я разом трех пилотов прошел и переместился разом аж на восьмую строчку, конечно, очень тяжело потом было сдерживать всех подряд, тут уже и Ботус потом вернулся обратно, в общем-то, знаете, очень хотел меня пройти, и мог пройти, видите, туда же обломки полетели на торможении, вот, но я занял такую территорию, чтобы у него не получилось это сделать, и мы, наконец-то, выходим на прямой старт-финиш, и финишируем на восьмой строчке, второй раз подряд, но сегодня очки, и, в общем-то, сегодня, знаете, очки, наверное, неожидаемые, этот Пискар, конечно, очень нам помог, если бы не он, то, не знаю, ну, максимум, может быть, какая бы 12-я строчка у нас и была, но не думаю, что там было бы много шансов ехать в очки, поскольку все-таки все пилоты далеко от нас уехали, Себастьян Фетталь побеждает в гран-прибах Райна, собственно, как это было и в реальной Формуле-1, где-то в апреле месяце, наверное, весь падок Феррари тут радуется, так же попал, и Хэмилтон дополнил вот тут тройку, Хэмилтон даже второй дополнил Кимми как раз таки. Ну и результаты гонки, граждан седьмой, я восьмой, полностью у нас повторяется картинка гран-при Китая, конечно же, видно, что в очередной раз Роман был впереди меня, но не знаю. Очень большой, на самом деле, у нас был с ним отрыв, но это, наверное, связано и с двигателем, но все-таки, знаете, я, наверное, и говорю, уровень сложности у меня стоит испытание с 105%, с этим тоже достаточно сложно. Кстати, видели, там, будто сошла в 10 секунд, еще у кого-то. Но перед вами теперь таблица личного зачета, Роман на седьмом месте, мы на десятом, мы на сятом удерживаемся, Роман все-таки одну позицию уступил, но это за счет того, что Хэмилтон сошел был на гонке в Китае. Ну и в Кубке конструкторов мы остаемся на четвертом месте, Форс Индии очень близко, мы верим, что уже далеко, и, наверное, с Форс Индии мы будем бороться. Вот. Ну а теперь уже впереди будет гонка Гран-при России. С вами был Ник, спасибо, что смотрели, и до скорых встреч, всем пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok